Вместо газона – песок, ворота без футбольных сеток, сваренные из подручных средств и полуразрушенные бетонные беседки по соседству. Именно здесь воспитанникам детского дома приходится упражняться в забивании голов и оттачивании футбольных манёвров. Правда, бегая по этому полю, дети больше калечатся, нежели тренируются. Но в ближайшее время удручающая картина будет ликвидирована. Уже к осени здесь появится современная спортивная площадка. Сейчас у нас идёт активно сбор средств. Как только мы соберём, сразу приступаем. Затягивать мы не будем. И строительство в течение буквально двух-трёх недель площадку поставят. Мы планируем за период пока тепло. То есть осенью, я думаю, она уже будет стоять. На площадке с мягким всесезонным покрытием можно будет заниматься футболом и баскетболом. А если ребятам захочется чего-то ещё, то лёгким движением рук, натянув сетку поперёк, площадку можно будет превратить в волейбольное поле. А пока ребята будут заниматься в спорткомнате. Здесь и настольный теннис, и шахматы, и тренажёры. Правда, места маловато. Дети активные, спортивные. И нам очень хочется, чтобы у нас была не только спортивная комната, но ещё и детская площадка. Очень бы хотелось, чтобы дети были заняты. И именно физическая, оздоровительная программа проходила и на улице, не только в помещении. Инициатором строительства спортплощадки выступила республиканская благотворительная организация «Жар-птица». Фонд хоть и молодой, но уже реализует несколько больших проектов. Например, на грант от регионального Минтруда и соцразвития «Жар-птица» организует летний отдых детям из малоимущих семей. А ещё планирует помогать детям с заболеваниями челюстно-лицевой области. Для нашей республики это актуально. У нас эта тема не очень развита. Поэтому именно с заболеваниями челюстно-лицевой области детей мы будем работать. Мы хотим и будем привозить специалистов с других регионов. А пока внимание благотворителей сосредоточено на строительстве многофункциональной спортплощадки. И кто знает, может с её появлением среди воспитанников детдома проявятся будущие Павлюченко или Месси. Юлия Житна, Роман Нагаев, Архиз-24.